всем привет ребят в общем сегодня очень устала потому что был неожиданно сложный день в принципе ничего такого необычного да нужно было сделать кое-какую таблицу который я не сильно разбираюсь если честно вот в общем это было сложно и это нужно было сделать до определенного времени и я еще сделала инкассацию потому что нужно было и думаю собиралась сделать им касаться думаю сделаю ее после 12 как раз я успею вот эту вот таблицу сделать что вы думаете и после 12 сделал инкассацию потому что инкассаторы обычно приходят у нас где-то вот после 12 там два часа еще позже в любое время могут прийти нет представлять вот сегодня им надо было прийти раньше раньше 12 хотя они никогда так не приходят ну как ну как так знаете как эффект западла да если ты думаешь что будет так будет несомненно по-другому короче блин я устала потому что надо было еще очень много всего проверять я даже не успела потом по приходили люди потому что отбой и тоже какие-то сегодня такие люди напряженные ребят не знаю а я такие планы у меня были думаю сегодня утром когда приеду на работу если будет тревога я пойду поснимаю тут у нас закоулочки когда-то я проходила по мне помню уже очень интересный такая закоулочка где то есть не на центральной дороге да а вот где-то она спрятана но там очень интересная кафешка была и интересный декор на ней в общем хотела я это все показать ну конечно да и он даже за шоколадом себе не сходила и сижу тут никакая потому что хочется попить чего-то сладкого чая не хочется ничего не хочется хочется только шоколада подать короче не знаю может будет время а может быть и нет в общем ребят вот сегодня такой насыщенный день нас кстати супер погода невероятно жарко вчера было и в какой-то момент начался какой-то непонятный звук а это был дождь это был дождь но такой был тоже не сильно интенсивный но он все-таки был немножко освежилась сейчас у нас более пасмурно и сейчас публики пишут что-то там актуально наверное опять какие-то вылеты вроде тревоги не было короче не знаю ребята что что происходит а сегодня утром кстати сижу все нормально и в какой-то момент такое такая вибрация знаете что весь дом дрожит вот раз а звука то особого нет там взрыва до или чего-то и потом еще раз такое же не знаю ребят если вы в харькове пишите если вы чувствовали такое или нет потому что я не поняла потому что звука как такового не было было только вот такая вот непонятная вибрация но похоже все-таки было что это от каких-то взрывов наверно но сейчас это сложно сказать я не знаю вот еще ребят смотрю видео про мир наград и еще у нас харькове харьковские блогеры в общем оттуда есть ну вы многие знаете и они рассказывают об этом поэтому эта тема как актуальна я имею ввиду что много какие города дозы населенные пункты захватывают но о них как-то нет как бы не все говорят ну а тут просто такой момент что и они снимают эти видео и сейчас очень много новостей что российские войска подходят к мир награду и что там осталось буквально несколько километров ну и просто знаете через эти все рассказы передается ужас этих людей сразу вспоминаешь начало войны и как это все было когда тут были вот эти вот взрывы стрельба постоянная которая была практически без перерыва вот это конечно было просто жесть забыла господи пока как называется но артиллерия до которая гасила тут непрерывно и вот вспоминаешь этот ужас потому что люди должны бросить свое жилье свое имущество до идти куда куда в глаза глядя до никуда потому что непонятно что теперь делать извините ребята не просто пишет вами и сообщение высвечиваются и автоматически читаю вот и неприятные конечно ощущения потому что понимая что как чувствуют себя эти люди потому что когда ты тоже уезжал непонятно куда это было все неприятное когда каждый день бомбили хоть сейчас и бомбят возможно не каждый день как-то периодично вот есть какой-то перерыв потом начинают опять каждый день бомбить это сложно конечно все оценить полностью но вот не знаю смотрю вот эти разрушенные дома вот эти видео которые люди рассказывают ну очень очень ребят неприятно так что так ладно ребят надо чем-то отвлекаться чем-то хорошим вообще очень хочется прогуляться сейчас у нас солнца нет представляете у нас пасмурная погода но жарко но пасмурно вот а вчера еще видела этого паука ужасного но страшного во дворе ужас это как сейчас пишут что-то такое ужасное про пауков да и потом как вещь попал и уже блин в общем ребят попал мне еще видео на youtube вчера про японию как живут в японии и как они и как люди короче как они спасаются от землетрясений я так полагаю в японии очень много землетрясений не знаю почему наверное там вот эти тектонические плиты сходятся скорее всего но я не изучала этот вопрос честно я не знаю но фишка в том что они действительно там есть и я так понимаю на постоянке на постоянной основе потому что я когда об этом не задумывалась но раз есть такие видео где рассказывают как спасаться от землетрясения как японцы спасаются то это же есть то есть они постоянно живут вот этом стрессе что вот в любой момент будет какое-то землетрясение у них собраны уже рюкзаки вот такие как у нас сумки безопасности да как они называются господи тревожный чемоданчик вот эти вот сумки рюкзаки уже собраны и совсем необходимым да у них также рекомендовано залезть под стол если начнется землетрясение вы не успеете выбежать либо же просто выбежать тоже опасно а вот лучше спрятаться короче и там еще рекомендовано пооткрывать двери чтобы если будет перекос дома и вы не сможете выйти чтобы дверь уже была знаете открыта представляете и самое самое такое необычное вообще я удивилась что у них есть веревочная лестница на балконе и специальные крепления что если вдруг будет землетрясение и завалит дом квартиру дом чтобы можно было вылезти из окна по этой лестнице ребят представляете я никогда ну и не интересовалась да ну мне как-то не попадалось я слышала конечно об этом но чтоб прям так глобально у них вот эти вот землетрясение я не знала я была очень удивлена и представляете жить в таком напряжении все время мы сейчас их можем конечно очень хорошо понять потому что мы живем напряжение все время потому что бац тревога бац взрыв короче ну очень весело вот и представляете у людей тоже такое мало того что у них там какие-то пыли ли что там у них тоже но еще и вот такие вот сюрпризы как землетрясение это ужас и постоянно вот нужно быть на чеку да выбегать откуда-то наверное на верхнем этажах на верхних этажах у них никто не живет но по-моему у них все-таки есть многоэтажки такие и знаете скорее всего и строят их чтобы они были как сказать стабильны и не чувствительны к землетрясениям вы наверно видели да новые дома которые вот такие многоэтажки стоят при землетрясение вот так крут кружатся крутятся короче шатаются вот я уже тоже блин шатаюсь надо что-то выпить вот ну блин я вообще очень удивилась и у них конечно какие то еще есть правила я там не вникала биотуалет также у них какой-то переносной какие-то какая-то еда ну ребят это конечно жесть но честно говоря везде по моему многоэтажки у них тоже вот единственное что в германии заметила там очень много маленьких домиков то есть 235 этажей я не знаю почему но очень много вот двухэтажных четырехэтажных домов возможно потому что их разбомбили во время войны и потом они решили быстренько построить маленькие домики не знаю ребят короче пишите в комментариях если вы знаете ладно ребят пойду я наверно за шоколадом кстати ребят подписывайтесь на канал потому что сейчас в ю тубе как-то по-другому стала работать рекомендация то есть если вы не подписаны то вам видео допустим мои могут не рекомендоваться вот так что я вам советую подписаться и нажать колокольчик потому что будут тогда точно приходить уведомления вот youtube играет как хочет так что вот такая вот ситуация и вот это вот все с ютубом наверное связано так что ребят если там еще можно какие-то уведомления если отключены рекомендовать по вашей и простым истории просмотров то тоже не будет рекомендоваться так что лучше подписаться и нажать колокольчик ладно ребят всем хорошего настроения подписывайтесь на канал жмите колокольчик ставьте лайк всем хорошего настроения пока пока колесе алексей наркоман морковки кто-то брал морковку в руки теперь вся любовь алексея получил дозу где где рука кого-то